всем здравствуйте иркутск получил новой книги ура и госупер спасибо это она мне прислала съемку фильма была региональная конференция садоводов выступал директор директор иркутского ботанического сада ученый и кажется сама марина кодина задала вопрос ответ директор не задумываясь научное сообщество не поддерживает то есть не видим и слышим и видеть не хотим так теперь вы марина похвалили книгу я так понял что вы заказали по привычке сразу целую кучу книг выписали напрямую наверное у нашего друга у павла тротянка так наверное вы попали в число тех кто посылал деньги на публикацию книг то есть когда пошел сбор и получили и вы прошли и написали книга супер пользуясь случаем еще раз вот она вот и как бы мало нас не было видите участика 33 они длины будет 330 но не больше но моря вам эта книга родилась вы догадались почему просто надо было взять сжать самых этих этого лишнего слова не было и это практически уже не так вот что для избранных судьбой это и есть настоящая энциклопедия это энциклопедия когда надёрганы отовсюду подлые предательские советы которые конечно деревни и сокращает его жизнь вот этого не все институты университеты старшие классы и тогда у нас появятся сады то что сделала тротянка это подвиг это сколько надо было переработать и переработать и как сказать вы знаете как получает соль выпаривает воду вот он выпарил воду выпарил как у него хватило терпения на это все так надо умудриться вместе с водой не выплеснуть ребенка то есть самые ценные советы здесь вот это то о чем люди говорят да вот нам не нравится вы много говорите а вот эти земли вы поговорите не скрывает вот это и есть то самое а теперь у меня я разосал 40 штук вот и на этом пока все на этом желаю себе те кто сейчас в сборе денег и хотели бы автограф сейчас работа я их разосал и остается сколько правильно 560 книг которые я буду рассылать вспоминаем сколько лет я не могу разослать вот эту книгу ее ценность заключается в том что это книга для науки есть две нобелевские премии две нобелевские премии никому не нужны самое страшное что нашим науке не нужны они слепые они верят что все давно открыто что ничего придумать нельзя вот пожалуйста еще раз любите 600 рублей полторы тысячи только сегодня единственное а кстати сад о бондарев бондарева столько сейчас позвонила позвонила 1 еще раз говорю я не могу открыть ватсап там десятки телефонов сразу что успел написать написала деревня бондарева вот я не мог вспомнить слово бондарева там заложен был сад этим самым байкалом хорошо бы кто-то живет рядом но я бы уже у меня нет ни сил ни здоровья вот взять и поехать деревня бондарева зайти и спросить где тут сад походить по саду сейчас конечно поздновато а кто-то написал что осталось несколько деревьев но если даже это правда вот пусть он не прав причем он назвал даже и бондарева это сектор нескольких километров а вот она пишет бондарева сама не была рассказывали а бога не была но еще раз я не могу открыть давайте скопирую на следующем вебинаре расскажу спасибо лена ну куда я без вас вот помощница так помощница спасибо вы оживили наш разговор почему еще раз потому что те которые мне звонил сказал что они в самом воде 3 километрах еще какая-то деревушка именно там этот сад еще несколько деревьев но даже если там есть большой буду защититься осталось пусть несколько деревьев но чем меньше осталось деревьев ценность их стократно увеличивается за из тем что допустим он был 10 или 20 лет назад когда закладывал его и так я несколько есть это правда все всего а я практически мы разбираемся я предупрежден это боковая или бондарев то что из оставшихся деревьев сможет праздник их рот он совершит научный подвиг поняли с вами заканчат разговор ну а эту помощь почему без этого так идем дальше так про фигу супер лада нашла еще до письмо от вас спами но ссылка на кота опять же не открывается написано написано еще письмо просите новую ссылку на свежий каталок это та же фида села который никак не получится каталок химтрейл летает польза распыляет землю удобряет воздух решает продюселяет что такое химтрейл я не знаю людям помогает быть добро наступил рассвет и трещина свет осветила земля здесь все люди друзья это стихи что ли наступила беда так что умер на всегда все химтрейлы 5g отменили да о да нет пожаров и волн что садами зовут нет коу безусловно радость и труд так ну мне конечно сходу трудно разобраться вот в посадке его в каком они состоянии неизвестно старый сад взяли в аренду так собирались восстанавливать вот видите вот что кусочками мы собираем информацию вот вот пожалуйста еще одна вещь от моей помощницы моей дочкой зовут это Елена Александровна Савельевич я уже не просто зову дочкой я считаю своей дочкой вот пусть я маму не ревнует но Елена Александровна моя дочка точка идем дальше Александр Выборг ценил на английское привита одна ветка ну-ка посмотрим наверное это фотография давайте посмотрим ага ой я вижу что вижу старое дерево покрыто грибами и покрыто плесень ну я так мое любимое название плесень вот вот и вдруг она дала веточку вот эта плодовая веточка конечно другой бы я просто отрезал бы помните я показывал как плодовые ветки отрезала со стервенением эта фея вот вот она взял и привил получились самая урожай наилийского поздравляю 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 возвращаемся в наш вебинар фрагмент тихо так Александр выбрал за сколько соседка продаж мешок ореху я не знаю вот допустим так делать даже не в этом мешок ореху еще выслать надо а сейчас это про владение вот вот я могу сказать за сколько я готов здесь торговаться хотите скажу мешок это смотря сколько ветер давайте переводить на ветра вот сколько будет стоить ведро рублей 300-500 это я это мне это кажется потому что я покупал у нее разные воды и по 300 и по 500 когда мне было мало денег я говорю извините больше 300 за ведро заплатить не могу а когда у меня деньги я не торгую 500 вот 300-500 так Сергей Саратов тоже купил по орехе сосед оооо даревля реклама вот я лично продаю у меня было бы очень дорого вот почему у меня консульска стоит 3 рублей купите много тогда за секунду будет 25 рублей вот а учитывая что еще и дорого пересылка стоит а и соседку она хвасталась что они потом всю зиму колют и едят и конечно есть довольно муторно я в день съедаю 5-6 только раз скалы больше нетерпения не хватает так фитосей у меня засылка но есть особенные косточки и мне нужны а ну что за ссылка нужны и рекомендации автора по моим целям так что это вот знаете это я не могу понять во-первых закрыть ссылку если я вам пишу что я вам ничего не высылал что такое особенные косточки если допустим братья они когда у меня все честно принципиально и прозрачно если черемушка где климат уникально теплый если там пожили пусть мои пусть филипева абрикосы потеряли они морозостойкость или нет не знаю вот но подвое были мои и у него тоже подвое на русском то есть получается что наверно вашу креста вот если мы будем говорить но может быть вы не про эти говорите не про косточки пианиста не знаю так нужны рекомендации автора по моим целям совершенно непонятно автор это я или не я вот и по моим целям какие цели это будет вы смотрите начнем с каталога Татьяна дойдет до вас каталог я надеюсь дойдет вот в этот раз у нас письмо ваше дошло вы его разберете по косточкам вот внимание отвлекаясь ой не смог прочитать давайте еще переписку с Еленой Александром со своей дочкой ученицы и ученым человеком по совместительству на следующем вебинаре сейчас скопирую все расскажу так продолжаем итак значит получается что с Татьяной Федосеей мы разберемся когда вы захотите когда вы захотите сами объясните мне что имеется в виду письма совершенно непонятно так дальше Нина Селиманова проекция недавно на вебинаре говорили о привычном ноже частного изготовления попросите пожалуйста откликнуться тех кто давал информацию можно ли узнать данный мастер и делать заказ ребята повторяю финисере вам нужен адрес наверное еще цена ножа кто бы не мешал да вот кто-то бы от ее имени договорился то есть надо как-то вас связать напрямую чтобы она могла сделать заказ хорошее даже есть на планете например немецкую но цены стали дикие непомерные так смотрим дальше Марина Кулина ок мастику Долматова тоже продаю даже в Москву отправляю с Валерием Александровичем тоже дружу а то есть получается так вы Марина в свое время вы живете в статье Верховной области вот вы в свое время видимо даже как мои книги брали целыми этими как это назвать целыми коробками да вот у меня еще косточки семечки выписывали помните сразу на несколько десятков человек вот и мы с вами таким уже дружим теперь получается что с Валерием Александровичем ну ладно вы сотрудничаете видимо он вам прислал целую партию вот и вы можете продать в свою очередь тоже кому-то вот если ко мне кто-то спросит именно ваш адрес и телефон я сообщу вам нет не так сообщу человека чтобы он связался уже с вами хорошо